Если анализировать взаимоотношения Польши и риждума Зеленского, то в Польше прекрасно знали, что Зеленский героизирует нацистов с СС-дивизией Валичина, которые вырезали поляков. У польской элиты есть определенные амбиции по Украине. А если не Зеленский, то кто, может быть, на ваш взгляд, из тех, кто сейчас выполняет роль страховки? Там очередь из говорящих голов, там достаточно большая. Для них это самое страшное, когда правда начинает доходить до института народа, который живет в информационном жестком компакте, где им рассказывают, что русские придут и все ходят. То есть этот бред, к сожалению, транслируется в 20-20. Дмитрий, приветствую вас. Приветствую. Дмитрий, многие дождались. Американские Абрамсы уже в Украине. Это то самое чудо оружия очередное? На самом деле, даже звучит смешно, особенно с учетом судьбы немецких очень модных и разрекламированных танков «Леопард». И все мы прекрасно видели, что горят они ничуть не хуже старых советских танков, а во многих случаях даже лучше. Поэтому тут, если просто проанализировать, здесь больший азарт будет у русской армии просто уничтожить очередную американскую технику, которая также в мире очень модно разрекламированная. В пиар этой техники вкладывали миллиарды долларов. А сейчас, конечно, весь этот имидж развеется просто как дым. У многих очень повеселило даже откровенно призыв. Повеселил призыв министра обороны США Лойда Остина воевать по правилам и не охотиться, не устраивать охоту на эти Абрамсы. Мы видели, как горят леопарды. Воюйте по правилам, ребята. Вот это вот как вообще? То есть встречный вопрос. То есть кассетные боеприпасы – это по правилам, обедненный уран – это по правилам, да и вообще все, что происходит – это что, по правилам? Мы видим, что у правительства и многих генералов Соединенных Штатов есть очень серьезные комплексы. У них мир, основанный на их правилах. И поэтому, когда они начинают проигрывать, они искренне возмущаются, знаете, как дети, у которых игрушки отбирают. И поэтому негодуют, как это так. Мы что думали совсем по-другому. Мы что думали, что наши танки «Леопарды» и «Абрамсы» героически просто проедут все российские позиции, а вдруг пошло что-то не так. И, конечно, вот это возмущение, оно просто показывает, насколько все-таки нацистская идеология, она видоизменилась и уже проросла, к сожалению, в американском эстемблишменте, в элите американской. И она вот так угрожается. Конечно, мы каждый день на фронте видим, как повышается градус облик, как доставляется все новое и новое оружие. Эта причина, в первую очередь, заключается в том, что когда в Пентагоне планируют операции проедения в Пентагоне, когда они понимают, что у них операции заканчиваются провалом, то они, конечно же, бегут к политикам и говорят, вы знаете, для того, чтобы мы все-таки смогли что-то, нам нужно все более и более нацистское вооружение. Дошли уже даже до политических ракет. Ну, как думаете, вот сейчас разгорается, ну, уже давно разгорается, на самом деле, мы как-то с вами обсуждали эту тему, когда были первые пикировки между Киевом и Варшавой официальной. И они так как-то и затихли. Но сейчас с новой силой это все, ну, конечно, многое связано с выборами, которые в октябре должны пройти в Польше. И от них очень многое зависит, кто придет к власти в парламенте. Как-то слишком много случайностей, смотрите. Во-первых, зерновой эмбарго, который Польша не собирается, в общем-то, отменять. Ну, там не только она, но главная первая скрипка у Польши. Заявление польских политиков, мол, Украина должна быть более благодарна нам, потому как мы тут главные помощники. Больше того, Украина тянет тот утопающий, который тянет на дно спасителя, говорит уже Дуда. Ну, естественно, считая Польшу спасителем Украины. Каким-то образом. И тут вот буквально на днях еще и подоспела информация о расследовании взрыва ракеты на территории Польши, когда погибло два человека, когда все трубили, естественно, украинские СМИ, что это российская ракета. И сейчас поляки, Речь Посполитая об этом пишет, уже, собственно, признают, что это украинская ракета. Как-то все складывается в одно. Чем это все может закончиться вообще для отношений действующих властей, это очень важно, Польши и Украины? Здесь, я думаю, что в первую очередь нужно смотреть в корень. Польша, она очень и очень сильно зависит от Соединенных Штатов Америки и де-факто является вот в одном блоке военным состоит со Соединенными Штатами Америки. Поэтому, конечно, безусловно, у польской элиты есть определенные амбиции по Украине. Вот они надеялись, что все-таки поскорее случится ситуация, когда Украина полностью развалится, и просто западную Украину, как давно планировали. И планируют, и они от этих планов не отказываются. И с учетом того, что вся эта история затягивается, что все-таки их старшие хозяева, они более активно включились в боевые действия с Россией на территории Украины, то мы, конечно, видим некое возмущение польской элиты, и они, конечно, стараются ускорить процесс ускорения остатков украинского государства, которым управляет режим Зеленского. И просто создаются все условия для того, чтобы режим Зеленского просто поскорее уже по плану, который был утвержден заранее, вот он, собственно, и обгудрился. Потому что если мы просто проанализируем действия Румынии, вот Энгрии, других стран приграничных, и реакцию, в первую очередь, Еврокомиссии и США на вот эти вот вопли о несправедливости режима Зеленского, о боже, перекрыли нам все возможности вылазить там зерно западной корпорации. Так обратите внимание, что США реагировали и в Россию на это с точки зрения того, что, извините, эти страны имеют на это право. Хотя, де-факто, в Вашингтоне могли просто топнуть ножкой, и Польша со странами сделала бы все под козырек. В том числе даже с Венгрией, потому что, как мы видим, все санкционные пакеты, и Венгрия, вот, выжимая с Еврокомиссии дополнительный миллиардный бюджет, согласовывают. Поэтому здесь я бы, вот, не разделял Польшу и Венгрию в плане вот стран, которые просто претендуют на территории вот украинские и ждут скорейшего, собственно, обрушения максимально на фронте, чтобы по плану, который заранее согласован, получить то, что они планеты. Ну, вот, глава белорусского государства не так давно высказал точку зрения, что именно поляки, ну, понятно, что с одобрения, и, вероятнее всего, не просто с одобрения, а, скорее всего, даже по указке из Вашингтона, сливают непосредственно Зеленского. И именно поэтому вот возникает такой вот со стороны Польши все больше жесткая риторика, и, в общем-то, да, в чем-то она, конечно, объясняется предстоящими выборами, там каждый ищет свою выгоду в этом вопросе, но в глобальном смысле это так. Здесь, если просто проанализировать действия американцев еще до Зеленского и Порошенко, и, в принципе, даже когда Ющенко был, у них тактика на оккупированных территориях, она достаточно простая. Для того, чтобы режим не смог достаточно, что-то, собрать силы, чтобы быть как-то противодействовать диктатору с Вашингтона, они всегда вот методичными, все-таки мелкими шажочками размывают кучу под ногами конкретных режимов. И, конечно, сразу же, только вот ставили своего агента на, собственно, должность главы государства, на ключевые должности, они сразу же начинают финансировать и развивать свою же, получается, так называемую оппозицию. Поэтому здесь история не нова, она стара, как мир, и режим Зеленска, он это прекрасно понимает, потому что в Украине, несмотря на все вот эти вот антироссийские истерии и так далее, есть неприкосновенные, есть партии Порошенко, есть Тимошенко, есть много других сил, которые вот не трогают, несмотря ни на что. И это как раз те силы, которые точно так же принадлежат на правах частной собственности американскому посольству, и они составляют некую такую альтернативу, некий такой запасной вариант. Второй, третий, если вдруг режим Зеленского спрыгнет, или, например, Зеленский, например, спринет слишком много наркотиков, и случится с ним летальная история. От этих всех вот несчастных, так называемых, случаев есть страховка, и эта страховка действует постоянно, и мы это видели не только на режиме Зеленского, времена Порошенко точно была такая история. В таком случае хотелось бы как-то найти здравый смысл в некоторых поступках, ну, коль уж заговорили о Зеленском, его, например, возьмем последний случай в канадском парламенте. После этого возмутился, в общем-то, весь мир, и поляки в том числе, потому как товарищ, которого они приветствовали, служил в дивизии СС Галичина. Помимо еврейских организаций еврейского государства и польские официальные лица из МИДа очень жестко отреагировали на это. Казалось бы, ну, не надо, раз уж вы видите, что под вами так шатается. Зачем весь мир дразнить, но нет. Дело в том, что если анализировать взаимоотношения Польши и Риждюма Зеленского, то в Польше прекрасно знали, что Зеленский, он героизирует нацистов с СС-дивизии Галичина, которые вырезали поляков прекрасно в больших количествах, не более не только на территории Польши, а на территории Западной Украины, на территории Белоруссии. И это признанные военные преступники Нью-Йоркским трибуналом. И несмотря на это, все равно Зеленского, польский президент Туда и премьер Муравецкий обнимали, целовали. Потому что он нужен для того, чтобы все-таки максимально ослабить Российскую Федерацию. Сейчас мы видим, что ситуация немножко изменилась. Мы видим, что вдруг они, знаете, резко заметили, что оказывается, честно, в Украине нацистских преступников. А то, что раньше даже награждали нацистских преступников, то это их особо не волновало. И сейчас в Украине, как мы это понимаем, там же основная идеология конкретно вот этих ультранационалистов во главе всех этих историй, конечно, стоят эсэсовцы с дивизии Аллачина. Во Львове они там у себя устраивают регулярно парады. Местная власть все это дело покрывает. И, собственно, это официальная идеология. Потому что от Красной Армии официально все окрестились, сказали, знаете, пережитки так называемые, несмотря на то, что, если я не ошибаюсь, вот 5 миллионов украинцев участвовало в Великой Отечественной войне в составе Красной Армии. А в составе вот этих вот националистов УПА максимум там участвовало 70-80 тысяч. Даже вот с точки зрения математики там это полностью не глеется. И несмотря на это, мы видим, что официальная вот такая вот нанеровская идеология, такая вот пронацистская, она присутствует и официально декларируется властью и признается, всех этих персонажей награждают. Поэтому здесь вот такая вот реакция польских руководителей, это в первую очередь лицемерие по отношению именно к польскому народу. То есть польские политики презирают поляков, что вот таким вот возмущением вот выборы на вот эту ситуацию позорную в канадском парламенте, когда там аплодировали нацисту, вот они просто хотят в очередной раз обмануть часть польского народа и сыграть их вот патриотических чувств. Как-то уже задавались с одним из гостей нашей программы вопросом, сколько раз там в гробу переворачивается при этом всем дед действующего президента Украины. Ну вот вы говорили о страховке. Если представить ситуацию, что во всяком случае внешние признаки говорят о том, что действительно трудное время ждет как президента, пока еще действующего Украины, Владимира Зеленского. А если не Зеленский, то кто может быть, на ваш взгляд, из тех вот, кто сейчас выполняет роль страховки? Это в первую очередь спикер Верховной Рады Степанчук. Потом, конечно же, пан мэр Киева Кличко. Вот некую альтернативу видят и в лице там одного из главарей террористической организации главного управления разведки пана Буданова. Вот поэтому, собственно, там очередь из говорящих голов, там достаточно большая. Готовили это, собственно. Ну, поэтому на потанцовке, понятное дело, там всегда будет режим Порошенко и Тимошенко, которые вот со времен, собственно, очень-очень долго сидят на Верховной Раде и так далее. И, скорее всего, их структуры политические будут являться некой основой для легализации той говорящей головы, которая больше понравится либо это будет Пачкова, либо может быть еще кто-нибудь. Собственно, как там решат, так и будет. В любом случае, выборы украинского народа касаться явно не будут. Объективно украинский народ спрашивает, кто хочет и не будет. Потому что оппозицию, как мы знаем, в Украине запретили полностью. Там сейчас абсолютно нет оппозиционных партий. Там есть чисто партии, которые на правах частной собственности принадлежат посольству США. Но ситуация-то вот от... Если представить, что поменялось, допустим, лицо, которое представляет Украину в качестве президента, то как-то это может вообще повлиять на то, что происходит сейчас на линии соприкосновения, например, либо же все равно точно так же будут накачивать оружием эту территорию и точно так же продолжать вот эти... Ну, уже я не знаю, как их характеризовать эти боевые действия. Хотя на линии соприкосновения там ежедневные, в общем-то, трагедии, ну, в виде смертей. Люди гибнут каждый день. Но вместе с тем издалека это выглядит как, в общем-то, такой велотекущий процесс. Мне бы очень хотелось сказать что-нибудь хорошее по этому поводу, но я объективно понимаю, что если поменяется говорящая голова, если вместо режима... Если вместо Зеленского поставят вот еще, к сожалению, ничего не поменяется. Объективно, от решения Зеленского ничего не зависит. Все ключевые процессы они решаются за океаном. Потому что деньги, оружие, поддержка информационная, технологическая, по линии дипломатии, она вся исходит именно из-за границы. Поэтому центр принятия решений именно там, не в Украине. Визовый скандал, который сейчас разгорается в Польше, ну, так или иначе, он связан с Украиной. Тут сейчас ничего нет такого, что не связано с Украиной в Европе. Но речь идет о 300 тысячах виз, которые официальный польский МИД продал мигрантам. Тем самым мигрантам, которых те же польские пограничники потом ну, кому не продали или кто не купил. Достаточно жестко с применением спецсредств и так далее. Вытесняет на территорию Беларуси, выдавливает их просто. Зачастую без сознания. Естественно, возбудилась Германия, потому что понимает, что все эти люди, которые купили визы, они поедут, в Польше-то не задержатся, они поедут дальше, они поедут в Германию. Реакция поляков тоже не заставила себя ждать. Шульцу посоветовали не лезть внутренние дела Польши. Вот этот вот еще конфликт, это тоже, как вы думаете, такое заносчивое поведение Польши, это тоже предвыборная, в общем-то, театральная постановка, или же опять же так нужно Вашингтону? Здесь нужно понимать, что процесс накачки мигрантов из стран Евросоюза, он не идет не только через Польшу, он идет, он идет и через Италию, и через Испанию, и через много других стран. И здесь важно отметить такую вот очень примечательную деталь. Соединенным Штатам Америки сильные свои колонии не нужны. Им нужно навсегда, чтобы там был определенный хаос, чтобы там были определенные проблемы. И в этом плане для того, чтобы, собственно, подпортить замечательное экономическое состояние многих европейских стран, мы наблюдаем, что Европу регулярно накачивают именно мигрантами для того, чтобы все-таки не было местных в первую очередь Германии, Франции, других стран, чтобы их не хватило ресурсов, чтобы противостоять оккупации Соединенных Штатов Америки. Потому что ни для кого не секрет, что и в Италии, и в Германии находятся американские военные. Ни для кого не секрет, что в НАТО донирующий ролик 51% акций принадлежит США, Британия. И, по сути, руководят НАТО вместе с военными бюджетами европейских стран, конкретно автосаксы. Поэтому, наблюдая все эти процессы, здесь нужно понимать, что за всеми вот этими иммигрантов в ряд европейских стран, которые пытаются хоть как-то обрести суверенитет. Во всяком случае, при Меркеле Германия подавала голос в этом отношении, а Мишольцев уже нет. Поэтому, мы наблюдаем, что эти все процессы идут, и здесь нужно все-таки смотреть на эту ситуацию немножко сдалека. Поэтому, я не исключаю, что приказ на выдачу массов виз мигрантов отдали в посольстве США в Польше. Ну, а польские чиновники просто взяли под пузырек. Именно поэтому за это преступление, я вас уверяю, никто не понесет наказание. Ваш прогноз по боевым действиям, чего ожидать на линии соприкосновения, возможно, в ближайшее время. Вот этот распиаренный контрнаступ, как он, собственно, сдулся, ну, судя по всему, уже совсем. И что теперь? Ну, я не думаю, что Абрамсы как-то кого-то воодушевят сильно в Украине, потому как уверен, что гореть начнут очень быстро, тем более, что российские военнослужащие уже отреагировали и, в общем-то, где-то с юмором готовы помочь им повторить судьбу леопартов. Чего ожидать? Тут нужно, конечно же, понимать, что кровавая бойня, которая сейчас развязана западными странами, она продолжится. Объективно, у западных стран хватает вооружений, которые не могут еще загонять режим Зеленского в очень серьезное количество. И, несмотря на то, что тысяча единиц бронетехники уничтожена, еще очень много в западных странах есть. Военно-промышленный публик западных стран, он очень-очень пришел и раскидан в разные точках мира. И это нужно тоже четко понимать. Ресурс экономический у западных стран тоже очень-очень огромный. И поэтому, если говорить за какие-то быстрые прорывы, кардинальные ситуации, когда фронт будет всыпаться, то здесь я бы не стал говорить на этот счет, потому что такого не будет. Правда, есть у российской армии и у российского государства одна лазейка, по которой фронт действительно может быстро начать рушиться. Я публично об этом много говорил. Сейчас главная проблема для солдат вооруженных сил Украины, которые превратились по сути в наемников частной военной компании на русской, вот они понимают, что они умирают не за украинский народ, не за Украину, они понимают, что они умирают конкретно за США, Британию и в некотором роде Германию и Францию. И их это не устраивает. И для этих людей, а я бы суверяю, с учетом того, что мы обратную связь получаем от очень-очень многих людей, у нас миллионная аудитория в Украине, то у этих людей сейчас, которых насильно загнали в частную военную компанию, в ВСУ, у них главная проблема, каким образом перейти на сторону украинского народа и русской армии. Потому что так получилось, что русская армия сейчас является единственной силой на континенте, которая защищает реальные интересы украинского народа. И на примере восстановления Мариуполя это можно наглядно увидеть. Ну а если мы возьмем выдачу паспортов российского гражданства, гражданам Украины по ускоренной процедуре, и сравним это с действиями Евросоюза, то очевидно, что если брать интересы украинского народа, их защищает в первую очередь русская армия. Как бы это ни парадоксально звучало. И если все-таки в Российской Федерации изменится подход к солдатам вооруженных сил Украины, и дадут этим солдатам возможность перехода вместе с натовской техникой на сторону русской армии и украинского народа, чтобы они продолжили выполнять свою присягу, которую они давали украинскому народу и защищали украинский народ, а не конкретно шайку олигархов на Западе, то, конечно, они этим шансом воспользуются, и тогда мы увидим массовый переход солдат КСУ в ряды русской армии, и вместо боев мы будем видеть просто переходы, когда просто сектора фронта вместе с укрепленными позициями, с обороной и так далее будут просто проваливаться, потому что солдаты, они понимают на самом деле все эти процессы, и я вас уверяю, они не горят желанием уберечь за Пайдена, Сунака, Шульца или Макро. Вы же тоже понимаете, что этот процесс в общем-то небыстрый, то есть вот эти вот переходы, да, они могут быть, и они происходят на самом деле, просто может быть не так. На самом деле они не происходят, потому что у солдат... Иногда появляются какие-то просто видео. это те люди, которые сдаются в плен, у которых нет выбора, вот, и этих людей ждет тюрьма. В России по законодательству их ничего другого не ждет. Для того, чтобы им дать альтернативу, для того, чтобы солдаты могли переходить на сторону украинского народа и русской армии вместе с техникой и вооружения, для этого нужно менять законодательство, и чтобы вот этих всех людей по процедуре, по законной процедуре могли, собственно, ставить строй, чтобы эти люди могли заключать в контакте с моим обороном и так далее, или если, например, они хотят мирно доживать, пока боевые действия не кончатся, чтобы они имели возможность получить официальный статус. Пока, к сожалению, и это действительно проблема, и мы, как представители воинского народа, об этом регулярно говорим, и делаем ряд действий, чтобы эта ситуация поменялась. поэтому сейчас эту ситуацию нужно изменить, потому что, к сожалению, так сложилось, что процентов 90-95 солдат в журнице Украины, у них сейчас главная проблема все-таки, это не сдаться в плен и сидеть в вернее, непонятно сколько лет, а конкретно перейти на сторону народа и вместе с русской армией уже, конечно, избавиться от народной оккупаций, от долгов МВФ, от невменяемой коммуналки и так далее. То есть, этот список можно вечно продолжать. И это, конечно же, вот такая важная проблема, на которую стоит обратить внимание. И, с моей точки зрения, это вот то, что можно сделать относительно бескровно, быстро, и это действительно может кардинально поменять ситуацию на поле боя. Потому что, если вы просто себя поставите на место солдата в ССУ, которого насильно загнали в охопы, если у вас впереди там, где русская армия, тюрьма намного-много лет, а сзади можно, в принципе, как-то пропедлять, попытаться на больничку и так далее, то вы, скорее всего, пропедляете. Постарайтесь пропедлять все-таки, чтобы выжить и не попасть в тюрьму. Но, к сожалению, мы видим, что когда там работает артиллерия, когда там все системы вооружения начинают действовать, тогда, собственно, все эти вот хитроумные мысли, они разбиваются в суровую реальность. Изменение законов это всегда требует большого времени. Но, вместе с тем, вы часто говорите о том, что вот среди военных в Украине очень много недовольства. Но каких-то вот даже попыток, образно говоря, каких-то солдатских бунтов мы при этом не наблюдаем. Ну, это просто у вас очень мало информации по этому поводу. Я знаю про массу случаев, когда целые подразделения расстреливали за то, что вот они планировали переход на сторону русской армии и не находились на передовой. Вот, то есть много таких случаев, когда действительно вот эти процессы идут. Но с учетом того, что натовские страны очень серьезно к этому подготовились, они объективно отчитаются переписки, звонки и все остальное, очень жестко это отслеживают. Конечно, тут есть смысл разговаривать только с теми подразделениями, которые стоят на передовой. А с учетом того, что ситуация объективно с учетом законодательства российских не позволяет предполагать им альтернативу, кроме тюрьмы, мы, получается, видим ситуацию, когда любой бунт украинской армии, каких-то подразделений, он сразу заканчивается тем, что они оказываются в котле. С одной стороны российская армия, которая в них стреляет, а с другой стороны режим Зеленского и НАТО, в сути профи, войска, которые тоже в них стреляют. А как известно, главное в боевых действиях это боеприпасы, гидра, которые имеют свойство быстро заканчиваться. И такой бунт, он сразу получается обречен на провал. И именно поэтому этих бунтов не происходят, именно в массовом таком количестве. Часто задаю вопрос и себе в первую очередь, ну и собеседникам. Вот сейчас, например, примеров можно много приводить. Вот сейчас, например, западные СМИ начали писать о том, что на Украине самая низкая рождаемость за всю, наверное, историю. Какие-то очень маленькие цифры населения фигурируют в этих статьях. Хотя, я думаю, сейчас очень сложно на самом деле посчитать, сколько человек сейчас проживает на территории Украины. даже приблизительно. А что дальше? Вот сейчас мы говорим о том, что да, у людей зреет недовольство. Да, и среди тех, кто носит погоны, зреет недовольство. Но вместе с тем мы же наблюдаем других людей, которые полны ненависти. Как это все потом будет? Я думаю, что этот процесс, конечно же, растянется на десятилетия. И с учетом той вот массы покалеченных судеб, с учетом вот такого большого количества горя, это, конечно, очень будет сложная история, даже вот с точки зрения вот образа будущего. Потому что, если, не дай бог, страны НАТО сохранят контроль на части территории, там будет жить украинский народ на правах, собственно, арендатора. Ну, а западные арендодатели будут просто занимать любую плату, которая захочется за то, что, собственно, имели право некоторых украинцев какое-то время пожить. В правах частной собственности, сети недра, весь суверенитет, он будет принадлежать конкретно Вашингтону. Ну, и, конечно, ни о каких развитиях территории не будет идти речи, будет чисто выкачка ресурсов, и обслуживающий персонал, который там миллионов, я думаю, пять максимум, он будет просто работать на планах. Если мы все-таки будем ориентироваться на то, что воссоединение народов произойдет и в большом таком, массовом количестве, тогда это, конечно же, развитие региона, это, конечно же, перспективы, это же промышленность, образование, медицина. То есть, это уже абсолютно другой алгоритм развития, который не предполагает такой фарвардской эксплуатации земельных и человеческих ресурсов. К примеру, Беларуси может ли быть показательным для украинцев, которые, ну, наверняка задают себе сейчас вопросы. Вот, хотели хорошей жизни в Европе, а получили вот что, да. Беларусь как страны, которая не воюя, в общем-то, демонстрирует, как можно развиваться под мирным небом, подчеркну, как можно строить свою независимость. Да, в союзе с Россией, но никто не говорит мне о том, что Беларусь утратила или утрачивает независимость. Это союз двух независимых государств в первую очередь. Вот, насколько он может помочь, если хотите, украинским людям? Я думаю, что для того, чтобы приводить хорошие вот аналогии, примеры, это, безусловно, очень позитивная история, тем более к Лукашенко очень многие украинцы относятся с уважением, понимая его вклад в высохранение страны, потому что, как мы знаем, в Украине олигархи разграбили по сути, народное достояние, которое осталось после Советского Союза, а в Белоруссии Лукашенко не дал случиться всем негативным процессам, и здесь в этом плане это очень хорошая история, более нормальные дружеские отношения, несмотря на санкции с Российской Федерацией, вот, они все-таки, вот, можно сказать, эти отношения сложились, вот, естественно, что самое главное, потому что президент Белоруссии прекрасно понимал, что ждет, если он пойдет, в условиях западных так называемых политиков, вот, он понимал, что это руина, что это ограбление белорусского народа, что это будет уничтожение промышленности, что это будет просто колониальный статус и, собственно, полное управление за границей, вот, и президент Белоруссии выполнил правильное решение, он не согласился на такие вот, видишь, как замечательные условия, несмотря на то, что я уверен, что Макашенко предлагали абсолютно все, что нужно себе просто представить, западные политики предлагали и яхты, и дома, и дворцы, и все, что захочешь, лишь бы, собственно, придать белорусский народ и сделать из Белоруссии колонию. Он на это не пошел, за это, собственно, можно здесь только поаплодировать и, вот, по-доброму сказать, много хорошего. Да, глава государства, безусловно, сыграл очень важную роль в этом всем, но, вот, просто в том, что есть уже сейчас, очень важно, как мне кажется, чтобы люди на Украине видели, образ будущего, он же все равно, каждый сам себе рисует человек, как он будет, как будут жить его дети, как он будет жить внуки, и как он сам, в конце концов, будет жить там, через 5-10-15 лет. Вот, чтобы помогло это, не навязываясь, а просто, посмотрите, вот так вот можно, без майданов, без каких-то антироссий, без объявления войны всему миру, и без зигования, приветствия, без сноса памятников, переименования городов, без бесконечного приветствия нацистов, и восхваления их. Вот так вот. Здесь важно понимать, что, конечно, это, вот с точки зрения политической, хороший пример Белоруссии, с точки зрения, вот экономической, практической, очень хороший пример, это восстановление Мариуполя, вот это новые рабочие места в Мариуполе, и, несмотря на боевые действия, и так далее, дороги, которые сейчас там построили, это просто космическая история, для, вот, Украины Зеленского. Поэтому здесь вот есть конкретно прикладные такие моменты, которые каждый вот желающий может с ним ознакомиться, и сделать для себя, в первую очередь, конкретно выводы. Я думаю, что очень позитивная история, и здесь, разве что нужно вот просто максимально доносить эту информацию, даже с учетом такой жесткой информационной блокады, которую поставили западные корпорации информационные, типа там Google, на свои там сервисы типа МЭТА, на свои социальные сети, потому что для них это вот самое страшное, когда правда начинает доходить до украинского народа, который живет, по сути, в таком информационном жестком колпаке, вот, где им рассказывают, что русские там придут и всех убьют. То есть, этот бред, к сожалению, транслируется 24 часа. Что ж, спасибо вам большое, Дмитрий, за разговор, будем верить в лучшее. Всего доброго, удачи. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова